Кто мы? Психологические силы, эмоциональные. И это может привести к тому, что человек утрачивает доверие к жизни. И, в общем, наша задача, как клоунов, чтобы радостное ощущение жизни у него не исчезало. Мы стараемся выдерживать профессиональный творческий уровень, мы стараемся наложить тесный контакт с медицинским персоналом, обратную связь, участвовать в научных исследованиях и в то же время читать научные исследования, чтобы использовать их в своей работе. Вот, в общем-то, кто мы? Я вам сейчас рассказывал. Так, как о себе рассказать? В общем, то, что мне пришлось потратить почти минуту на то, чтобы каждый раз рассказывать, кто мы, является нашей основной проблемой. Малая информированность, и если о нас знают, то восприятие искажено, как правило. Вот, как мы решаем эту проблему вследствие мехакатона. Сайт на Тильда. Краткость, доступность, да, логика. Давайте посмотрим сам сайт. Что у нас получилось? В общем-то, сам... Простите, что вы сделали? Так, вы, видимо, сам и не сделали мне случайно. Ну, не, не, он паркетом просто показывает. Так, я переключал. Давайте я буду пока рассказывать про наш сайт. Честно говоря, первый момент у меня, вот этот вот одностраничный вариант, он вызвал недоверие, но потом я понял, что это очень краткое и в то же время очень удобное, очень подробное изложение того, кто мы есть. Мы на нем... А можно листать уже? Сейчас, сейчас, сейчас. Да, мы на нем захотели рассказать о том, какую проблему мы решаем... Вот, теперь можно листать, да. О том, какую проблему мы решаем у тяжело больных людей. Далее, зачем мы работаем. Вот, далее, конкретно, наши программы, в каких местах мы работаем. На что мы опираемся в нашей работе? Вот, отзывы. Что уже сделано за время существования нашей организации? Вот, и, соответственно, если это привлекло, мы предлагаем сделать определенный вклад в нашу работу. Конечно, этот сайт-то еще не до конца доведем. Итак, на кого он ориентирован? Да, он ориентирован прежде всего на врачей, на пациентов и на их близких с тем, с кем мы сталкиваемся в нашей работе. Плюс тем, кто хочет подробнее нас узнать, это потенциальные доноры и те, кто случайно о нас услышал. Эффективность. Как нас будут воспринимать после этого сайта? Так или так? Технический компонент, это прежде всего в нашей работе. Это сайт, социальные сети и наша мечта, чтобы на нашем сайте был сервис, чтобы мы могли общаться с детьми по интернету, поскольку Россия большая. Это привлечение новых партнеров с помощью этого сайта, сотрудничество с медицинским персоналом, то, о чем я говорил в начале, и использование каких-то научных исследований. Что было сделано? Мы определились с задачей, выбрали форму, в какую ее решить, и сделали прототип, чтобы протестировать, в общем-то, как он будет понятен и как он будет воспринят. Положительно или мы не донесем о том, кто мы. Спасибо. У жюри будут какие-то вопросы? У вас есть еще 40-50 секунд. Да, ну я могу еще пару слов сказать тогда. Хорошо. Да. О нашем финансовом положении, на что мы могли бы потратить 60 тысяч рублей. Безусловно, это доработка сайта, доработка вот этой нашей идеи. И на данный момент мы работаем с физиками, с физическими людьми, кто дает нам деньги. И нам, конечно, хочется работать и с юридическими людьми. Этот сайт, он не решит эти проблемы, он ориентирован больше на тех, кто нас уже знает или как-то о нас слышал. Но первоначальный вариант, он очень хороший. Спасибо большое нашему человеку, который нам помогал, прекрасной Анне. Без нее это было бы невозможно. Огромное спасибо и большое спасибо всем вам.